Населенный пункт Борец. Наша гид-бригада Кызыл-Сулдыс отработает на 100%. Помимо того, что в эту деревню мы заедем, мы также поедем вон в том направлении. Населенный пункт под названием Сон. Пацаны, задачу выполним? Да, выполним на все 100%. Красавчики. О, опять меня встречают. Славя, собачка вон. Так, сейчас уже есть все. Одна из самых главных задач, которые мы используем на агитационных мероприятиях, ставится это обучение части молодых наших товарищей, в том числе вот такой вот пропагандистской работе. Позади меня поселок Жемчужный, который мы полностью уже закрыли абсолютно, и все ближайшие деревни тоже. То есть и моя основная задача, я будучи даже руководителем регионального отделения, я никогда не переставал лично принимать участие в агитационных мероприятиях, поскольку считаю, что долг каждого нашего товарища, независимо от занимаемых должностей, и каких-то позиций, ролей в партии, это непосредственно участвовать именно вот в таких вот полевых мероприятиях. Ходить по домам, стучаться, если кто не открывает, я не знаю, газету в почтовый ящик или на улице с кем-то встретиться, пообщаться, вот как Денис Павлович, ты меня сейчас снимаешь, а только что там шесть человек с тобой, да, говорили, кто-то равнодушен к выборам, кто-то говорит, что поддержит, проголосует, поэтому пойдем. Ну, к слову сказать, еще многие вспоминают времена СССР, при коммунистах было хорошо. Ну, так, да, многие об этом говорят, абсолютно верно. На дворе практически 9 вечера работаем в населенном пункте под названием Борец. В данный момент мы находимся в поселке Борец, вот, смотрите, вот, мы ездим, сейчас вот по этой улице пойдем, и, соответственно, вон туда. Ну, соотношение где-то 90 к 10 или 80 к 20 где-то. Ну, если из 10, 9, ну, прикинь, ну, это правда. Вот, когда агитируешь, вот такие даже собаки бывают, на вид такой грозный. Мне тебе нечего дать поесть, чувака. Ты есть хочешь? Как зовут тебя? Имя твое как? А, Песель. Ну, все, пошел. Эй, эй, ты только мне на колесо-то не навали. И вот такой вот есть тоже маленький. Собаки поселка Борец. Двигаются, да? Да? Давай, региона, по выборам. На выбор это пойдете? На выбор, что ли? На выбор, пойду, конечно. Деревням ездим с самого раннего утра. Еду пацанов забирать. Итак, деревня Власьево. Полностью накрыта нами со всех сторон. Вот. Ну и Борец вон в ту сторону полностью накрыли. Большая деревня, все. Сегодня добили с утра, поэтому сейчас поедем в ту сторону. Тоже там пара деревень есть, тоже их сейчас накроем. Ну что же, деревня Катюшкина. Тоже красота. Холмы такие прекрасные. Собаки он лает. Да, ребята? Да, да, да. Да, да, да. Вот, смотрите. Божественный вид. Не, очень красивое место, если честно. И огромное количество конской крапивы. Как ты ее называешь, Денис Павлович? Называет московская городовая. Не, конская. Я даже вот только что ногу свою немножечко обжалил. Все, вперед. Вот, Денис Павлович уже в Катюшкино познакомился с собачкой. А у нас есть что-нибудь дать покушать? Нет, у нас, увы, ничего нет. Будешь, наверное, кто-то делать? Вот такие красивые места на судьба заносит агитационная. Стада просто коровушек. Очень круто. Ну и чего стоим? Такие здоровые такие. Что за порода такая? Они просто какие-то гигантские коровы. Вообще пиратские фигу. Чтобы вы понимали. Коровушки. Кормилицы. Сейчас мы в воротах общаюсь с жителями. Позиция разная, на самом деле. Пока не объяснишь про Палтина Олеговича, да? Потому что мы объяснили, потому что мы реально по телевидению устроили откровенную лахану, да? И поклёп, травлю с самого первого дня, то, как Валентин Олегович стал главой региона, нужно объяснять, рассказывать людям по факту, какие сделал улучшения за пять лет Валентин Олегович. Нужно работать, работать, еще раз работать. А ведь когда-то здесь кипела жизнь. Теперь никого уже в этом доме нет. Сижу просто и все. То есть деревня потихо, и вот так она и как, в принципе, по стране умирает, да? Тихо, все уезжают. А раньше автобус-то хоть ходил, вот, не знаю, там... Старые, при коммунистах, чтобы было, они делали, да. Детей сейчас здесь вообще нет. Ученические. Ученические, да, ходил? Ученические, даже Шара приезжал, при коммунистах. А мы, понимаете, отсюда до Шара, три тысячи. До Шара платим, чтобы... Доехать. Да. Три тысячи отсюда? Да. А что, это дорого, это же дорого. Машину донимаем. А сколько здесь вообще сейчас, вот, в Катюшкино осталось жить, жителей, вернее, сколько вообще? Ну, человек 150, я думаю, и есть, может, сколько. Ну, 30 семей. А детишки куда ходят, в школу? В Шумске, в помощь будет сейчас.